Всем привет! С вами Сергей Рыбаков, и в этом видео проекта «История агитации и пропаганды» будет рассмотрен один из самых жестких и кратких лозунгов Великой Отечественной войны. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую не откладывать в долгий ящик и подписаться. Подписка – это лучшая поддержка. «Убей немца» – лозунг, появившийся в середине 1942 года и поддержанный пропагандой Советского Союза для развития ненависти к своему главному противнику во Второй мировой. В основу этого лозунга была положена фраза из стихотворения Константина Симонова под названием «Убей его», опубликована 18 июля 1942 года, и публицистической статьей Ильи Эренбурга под названием «Убей», опубликована 24 июля 1942 года. Первичным стимулом для развертывания пропаганды ненависти стал рассказ Михаила Шолохова под названием «Наука ненависти», опубликованный 22-23 июня 1942 года в ведущих советских газетах. Помимо Симонова и Эренбурга в мобилизирующей антинемецкой кампании приняли активное участие многие другие советские писатели, художники и поэты. Также лозунг «Убей немца» широко использовался в плакатах и в качестве заголовка в листовках с цитатами из статьи Эренбурга. Для поддержания действенности лозунга в советских плакатах того времени были созданы специальные рубрики, в которых публиковались письма отчета советских бойцов о количестве убитых ими немцев и способах их уничтожения. Одно из типичных названий «Убил ли ты сегодня немца?» Ну а теперь о всех предпосылках поподробнее. Был издан приказ о применении военной подсудности в районе Барбаросса и об особых мерах войск за подписью начальника Верховного командования вермахта Вильгельма Кейтеля. В отношении гражданского населения приказ предусматривал следующее. Первое. Преступления вражеских гражданских лиц выводились из компетенции военных и военно-полевых судов вплоть до дальнейших распоряжений. Второе. Партизаны должны беспощадно уничтожаться войсками в бою или при попытке к бегству. Третье. Все остальные нападения вражеских гражданских лиц на вермахт и его личный состав и обслуживающий персонал также должны подавляться войсками на месте с применением крайних мер вплоть до уничтожения нападающего. Четвертое. Там, где подобные меры были упущены или не сразу были возможны, подозреваемые в преступлении элементы должны быть немедленно доставлены к офицеру. Он решает, должны ли они быть расстреляны. В отношении населенных пунктов, в которых вермахт подвергался коварному нападению из-за угла, по распоряжению офицера, занимающего должность не ниже командира батальона, должны быть немедленно применены коллективные насильственные меры, если обстоятельства не позволяют быстро установить конкретных виновников. Пятое. Категорически запрещается задержание заподозренных для придания их суду после введения подсудности для местного населения. Шестое. Командующие группами армий могут по согласованию с ответственными командующими военно-морскими и военно-воздушными силами ввести подсудность гражданских лиц военными судами в районах, усмиренных в достаточной степени. Для районов политического управления распоряжение об этом отдается начальникам штаба Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил. Что касается преступлений, совершенных военнослужащими и вольнонаемными по отношению к местному населению, указ предусматривал следующие действия. Первое. За действия, совершенные личным составом вермахта и обслуживающим персоналом в отношении вражеских гражданских лиц, не будет обязательного преследования даже в тех случаях, когда эти действия являются военным преступлением или проступком. Второе. При оценке подобных действий необходимо учитывать, что поражение в 1918 году, последовавший за ним период страдания германского народа, а также борьба национал-социализма, потребовавшая бесчисленных кровавых жертв, являлись результатом большевистского влияния, что ни один немец не забыл. Третье. Судья решает, следует ли в таких случаях наложить дисциплинарное взыскание или необходимо судебное разбирательство. Судья предписывает преследование деяний против местных жителей в военно-судебном порядке лишь тогда, когда речь идет о несоблюдении воинской дисциплины или возникновении угрозы безопасности войск. Это относится, например, к тяжким проступкам на почве сексуальной распущенности, преступных наклонностей или проступкам, способным привести к разложению войск. Не подлежат смягчению уголовные действия, в результате которых были бессмысленно уничтожены места расположения, а также запасы или другие военные трофеи в ущерб своим войскам. Четвертое. При рассмотрении необходимо чрезвычайно осторожно относиться к показаниям вражеских гражданских лиц. Ну а в части, касающейся ответственности командующих войсками, в указе подчеркивалось следующее. «Командующие в пределах своей компетенции отвечают за то, чтобы все офицеры, подчиненных им частей, были своевременно и тщательно приинструктированы об основах настоящего распоряжения, чтобы их советники по правовым вопросам своевременно были поставлены в известность как об этих указаниях, так и об устных сообщениях, в которых командующим были разъяснены политические намерения руководства, чтобы были утверждены только такие приговоры, которые соответствуют политическим намерениям руководства». Хочется отметить, что не вся элита Третьего Рейха была однозначна в своих оценках по поводу вышесказанного. Так, например, Гудериан по этому поводу сказал, «Гитлер ухитрился объединить всех русских под сталинским знаменем». Развязанный Гитлером на захваченных Третьим Рейхом территориях СССР, оккупационный режим быстро набирал силу, истребив к концу войны более 7,5 миллионов человек мирного населения. Необходимость подъема морального духа и растущая ненависть по отношению к захватчикам естественным образом породили один из самых известных и самых спорных советских пропагандистских лозунгов – «Убей немца». Британский журналист Александр Верт так вспоминал об этом времени в своей книге «Россия в войне 1941-1945». Летом 1942 года и в литературе, и в пропаганде безраздельно властвовали только два чувства. Одним была та же любовь к родине, которая пронизывала все, что писалось в разгар битвы под Москвой. Только теперь еще более горячая и нежная. Вторым чувством была ненависть. На протяжении всех этих месяцев она росла и росла, пока не вылилась наконец в самые черные дни августа, в пароксизм самой настоящей ярости. Клич «Убей немца» стал в России выражением всех десяти заповедей, слитых в одну. Глубокое впечатление произвел на советскую общественность, опубликованной 23 июня, во многих газетах рассказ Шолохова «Наука ненависти». Это история русского военнопленного, которого немецкие солдаты подвергли жесточайшим пыткам. Написанный живо и убедительно, этот рассказ в большей мере задал тон пропаганде ненависти, развернувшейся последние недели. Главной целью военной пропаганды при манипуляциях лозунгом «Убей немца» было возбуждение ненависти и, как следствие, чувства мести, в первую очередь в действующей армии, за убитых и поруганных жен, возлюбленных детей, матерей и стариков-родителей. Пробуждение чувства мести было направлено на каждого конкретного бойца. Почти во всех случаях применения в этой кампании повелительного наклонения глагола «убивать» он использовался во втором лице единственного числа, то есть «убей», и почти никогда во втором лице множества числа, то есть «убивайте». Выходом для этой мести должно было стать убийство не просто немца, как собирательного образа, а конкретного немца. Энтоним почти во всех случаях также использовался в единственном лице, то есть «убей немца», и подкреплялся вербальным или визуальным описанием действий, которые этот немец совершил, за что ему и следовало мстить, то есть убивать. В данном контексте будет не лишним зачитать статью Ильи Эренбурга «Убей». Поводом для статьи «Убей», написанной и опубликованной в разгар летнего наступления немецких войск на Дону, всего за две недели до появления знаменитого приказа Сталина, получившего известность как «Ни шагу назад», стали, по словам автора, письма из Германии, обнаруженные у убитых солдат вермахты, из которых становится очевидно намерение немцев превратить наш народ в рабов. Из этого автор делает вывод. Цитата статьи. «Мы поняли, немцы не люди. Отныне слово «немец» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «немец» разряжает ружье. Не будем говорить, не будем возмущаться, будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, то твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, то ты не понял угрозы. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей его штыком. Если на твоем участке затишье, если ты жаждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого. Нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней, не считай верст, считай одно убитых тобою немцев. Убей немца, это просит старуха-мать. Убей немца, это молит тебя дитя. Убей немца, это кричит родная земля. Не промахнись, не пропусти, убей. Впоследствии эта статья и другие статьи Оренбурга подвергались критике и становились предметом дискуссий. По воспоминаниям самого Ильи Оренбурга, он ставил цель развеять существование у значительной части советских солдат иллюзии о том, что если рассказать немецким рабочим и крестьянам правду, то они побросают оружие, что миллионы немецких солдат идут в наступление только потому, что им грозит расстрел. Следует заметить, что в послевоенной немецкой литературе и прессе Оренбург изображался идеологом уничтожения немецкого народа, призывавшим к стремлению немцев. При этом его высказывания обычно вырываются из контекста и не очень точно переводится. Один из последних примеров – статья в газете Die Welt от 6 августа 2006 года. Цитирую. «Немцы – не люди. Отныне слово «немец» для нас – самые страшные проклятия. Для нас нет ничего веселее немецких трупов». При этом фраза датируется не 1942-м, а концом 1944-го и трактуется как призыв к расправе над мирным населением. Аналогичное смещение датировки на конец 1944-го года происходит при попытках возложить на статью Оренбурга «Убей» ответственность за судьбу двух миллионов немцев, погибших во время бегства из восточных областей, а также трагедии в Восточной Пруссии. Этот лозунг не мог не получить отражения в пропаганде и культуре Великой Отечественной войны, и доподлинно известно, что он повлиял на создание таких плакатов, как «Папа, убей немца» 1942 года, «Балтиец, спаси любимую девушку от позора, убей немца», «Каждую пулю немца», «Стреляю так, что не патрон, то немец», «Немцам больше, победа ближе», «Мщение и смерть злодеям немцам», «А также агитки это сделали немцы», «Это сделали немцы», «Немцы пролили море крови советских людей, детей, женщин, стариков», «Немцы передали огню и разрушили наши города и села», «Немцы причинили неисчислимые бедствия и страдания советскому народу», «Воины Красной Армии, беспощадно уничтожайте немецких захватчиков». И в довершении своего видео я хотел бы рассказать о письмах-отчетах в газету. Если пропагандистская кампания «Убей немца» в целом вызывала ожидаемую ответную реакцию, собственно, убийство немцев и письма-отчетов газеты, то стихотворение Симонова и других поэтов вызывали в ответ поток самодеятельных стихов советских бойцов, в каждом из которых рассказывалось о конкретном убийстве немца автором стихотворения, и своими словами пересказывалось содержание пропагандистской кампании, и, как правило, присутствовало самоправдание убившего. Типичный образец таких самодеятельных стихов – стихотворение «Убей немца», написанное в декабре 1943 года танкистом-разведчиком Владимиром Слезкиным, после войны ставшим преподавателем марксистско-ленинской философии. «И вот я убил его, он, такой же, как я, молодой, и замер на миг я, забыв про бой, и молнии мысль, тоже чей-то ведь зон, и русый, как русский, сверстник мой, прусский. Прости меня, мутер, этого фрица, прости меня, мама, что стал я убийцей, что вынужден буду и впредь убивать, нет средства иного фашизм покарать. Не я бы его, так он бы меня, и плакала нонче моя бы родня, так плачут сегодня уже миллионы осиротевших советских семей, и нет справедливой их гневного стона «Убей немца, убей». И я вновь бросаюсь в кипение боя, задача моя проста, и ненависть – чувство святое, как совесть моя чиста. Мы мстим, мы караем, мы судим. Фашизм – не немецкий народ, и средь тех, кто отомщенным будет, будет и немец тот. Русый, как русский, сверстник мой прусский, которого я сегодня убил. На этом все, спасибо за внимание, и если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал, это будет для меня самая лучшая поддержка. До новых встреч, удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok